Всем привет, это Варлорд, сегодня видео по новинке, по Звездным Войнам 2019 года. Я вам показывал в распаковке, что у меня этот набор есть. Распаковка была в обзоре набора из Ниндзяга, тоже его посмотрите обязательно. Ну а сегодня побег со Звезды Смерти 75229 в наборе 329 деталей. Цена у него достаточно велика, 2300 рублей, но при желании можно найти и дешевле. Сам набор, могу вам сказать, меня приятно впечатлил. Давайте с коробки начнем, что здесь интересно. И так это, ну, Дарт Вейдер наверху справа. Вы знаете, меняются герои, в разные года разные персонажи. Там Дарт Мол, например, был, Йода был, да и Дарт Вейдер тоже, в общем-то, был. Сзади мы можем увидеть, что действие происходит и правда на Звезде Смерти по оформлению. С задней стороны коробки инструкция. Здесь можно обратить внимание на все наборы слева и справа фигурки, которые встречаются в этих наборах. Пишите, что из этого хотите на канале увидеть. Поехали, Люк Скайуокер. Вроде опять новая версия. По крайней мере, у меня такой конкретно не было. Сейчас вы можете на него в качестве смотреть. У него две эмоции у Люка. Также пояс, как был у Бэтмена и у других героев. Здесь добавили ему белый пояс с кармашками. Мне кажется, в тему. Вот, допустим, с кем его можно сравнить с вот этой версией Люка. Они практически идентичны, но у этого лицо какое-то реально очень ущербное. То есть, лицо изменили и он реально теперь выглядит молодо. А не как будто несколько пластических операций ему делали, причем неудачных. В общем, новая версия Люка у меня, которая первый раз, мне она, в принципе, заходит. Помимо этого, имеются у меня здесь несколько версий. Не все мои Люки, но некоторые. Например, с бакта камеры. У меня вообще их больше, но я здесь некоторых взял, которых увидел. По шестому эпизоду в черном костюме два. Один из них со Звезды Смерти старенькой и второй тоже вроде оттуда. Ну, в общем, вот так, чтобы вы понимали какие-то отличия в версиях этого персонажа. Что ж, в принципе, Люк меня не разочаровал. Полностью хорошая, на мой взгляд, фигурка отлично передает образ героя. Таким Люк и должен быть. Принцесса Лея. У меня практически все версии, которые есть, они достаточно ущербные. А здесь она, ну, видно новая. Да, была новая в Второй Звезде Смерти, например. Обновленной, нормальной. Но у меня набора нет. И вот поэтому Лея у меня здесь первый раз такая нормальная. Вот костюм у нее здесь, да. Который был в Звездных Войнах. Бластерная винтовка Е11. Прическа ее фирменная. И две эмоции. Версии Леи другие. Старенькая. Из бункера с эваками, вроде бы, эта фигурка. Также Лея из Старой Звезды Смерти. Вот прям их можно рядом поставить. Затем вот такая из Дворца Джаббы. И еще, когда она маскировалась в Дворце Джаббы. Есть у меня еще несколько версий. Например, из Шаттла. Беленького Тайдариума или Тайгириума. Не помню, как называется уже. Но там тоже есть Лея. И несколько Схота. Ну, в общем, так, чтобы вы понимали, как новая фигурка в лучшую сторону, на мой взгляд, отличается от этих трех точно. Ну, а та справа, она вне конкуренции. Она крутая. Встречалась, вроде, как раз один раз на Боре Дворе Джаббы, которые еще и потом перестали выпускать. Штурмовик. Штурмовика ни с кем не буду сравнивать. Но шлем у него новый. Я не знаю, многим он не понравился. Чуть-чуть, на мой взгляд, уступает стареньким. Все-таки какой-то он уж слишком большой. Но, тем не менее, я прям не могу назвать его очень плохим. Да, он не очень. Но будет этот с новым шлемом, со старым, мне все равно. У меня есть старые фигурки штурмовиков. Думаю, у многих у вас фанаты Звездных Войн тоже. Очень старая эмоция, которая у клонов была и у штурмовиков. Бластерная винтовка Е-11, опять же, в качестве оружия. Фон сегодня мрачный, поскольку Звездные Войны – Звезда Смерти. И вот этот набор. Смотрим на него по частям. Во-первых, стоит он достаточно уверенно, несмотря на то, что состоит он из двух частей. Да, он чуть-чуть вот так подергивается, но ничего больше с ним происходить не будет. Чуть позже объясню, почему. Набор небольшой, на двух небольших пластинах располагается, соединяется таким мостиком. Прозрачно-красные элементы, что уже говорит о какой-то его принадлежности к полке. То есть, реально выглядит монолитно конструкция. На детальке с одним пином имеется вот такая вот небольшая конструкция с биноклем. Также сюда можно прикрепить винтовку Е-11. Смотрится она простовато, можно при желании убрать, чтобы освободить больше места. Так как, ну, особо сюда никуда фигурки не поставить, потому что здесь нет пинов. Они будут у вас слетать. А там наверху место прям специализировано под того штурмовика. Почему специализировано? Вот, кстати, та колонна, здесь имеется лестница. Также какие-то кнопки. Дройд-мышь спрятан внутри. Такой у меня был из Звезды Смерти. И, кстати говоря, сзади вот можно его прям, оп, выкатить, чтобы он, ну, занимался какими-то делами. Вот место для штурмовика. Что здесь можно отметить? Так это какую-то приборную панель. Почему именно для штурмовика? Потому что, как нам рассказывают коробки, инструкции и так далее, мы должны сюда ставить штурмовика. Он, по идее, отстреливается, но здесь имеется колесико, прокрутив которое штурмовик свалится. Ну, в общем-то, да, он падает. В некоторых случаях может прямо на мостик свалиться. Ну, в принципе, это очень простая функция, но хотя бы какой-то интерактив здесь есть. Чуть выше имеются, я не знаю, что это, какие-то специальные генераторы, возможно. Здесь в наборе имеется интересная штучка такая. Набор я покупал в собранном виде. Не обнаружил, к сожалению, для люка сзади крепление прозрачного, которое для определенной функции нужно. Но есть крюк. Зачем крюк? Ну, момент из фильма. Люк цепляется за одну из этих штук, допустим. Ну, как он может зацепиться? Я не знаю, ну, как угодно. Так, допустим. А, нет, так не получается. Да, зацепить ее, на самом деле, не так просто. Но, тем не менее, вот цепляется и, по идее, должен эпично перелетать. Но из этого ничего особо прям крутого не выходит. Все-таки это даже и в функциях не перечислено. Но, скорее, просто момент из фильма. Потому что именно этому моменту наборчик и посвящен. Вот эта вот стенка, к ней претензий нет. Спереди смотрится хорошо, сзади смотрится плохо. Хотя, как-то хотя бы попытались что-то придать, но вот это все портит. Здесь спрятана функция. То есть, дверь мы можем поднять и здесь зафиксируется. Все с помощью деталей техники. То есть, она у вас не упадет. Кстати, вот эта принтованная деталь отвечает за кнопки. И имеется рычаг. И если вы нажмете, то дверь закроется. Очень просто. Еще раз показываю. Открываем. Закрываем. Безумно простая функция, но на самом деле неплохо, я бы так сказал. Далее смотрим. Дорожка отодвигается. То есть, она заезжает, выезжает. Здесь детальки один на двое, поэтому она у вас будет фиксироваться в самом конце. Зачем? Мы убираем эту дорожку и затем можем открыть набор вот таким образом. Появляется больше игрового пространства. По идее, черный символизирует то, что там пропасть. И, соответственно, ну, нужно, имея мостик, через нее перебраться. И, в принципе, понятно. Можно вообще вот таким образом открыть, на мой взгляд, неаккуратно. А вот так более-менее. Хотя я предпочитаю закрытый вид, когда мостик таким вот образом сделан и даже дверь закрыта. Что ж, я говорил вам, выскажу свое мнение под этот набор. Я считаю одним из самых интересных в Звездных Войнах за последнее время. В принципе, мне было приятно его собирать. Мне будет приятно далее смотреть на него. Пишите в комментариях, что вы думаете про этот набор. Как он вам? Поддерживайте видео. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Всем пока.